Друзья, я занимаюсь развитием собственного пассивного дохода, а именно покупаю у компании Автоинтерпрайз и устанавливаю зарядные станции на территории Украины. Найти место, провести переговоры, просчитать смету, берет время, а хочется развиваться, как в компьютерной игре. Так что обращаюсь ко всем тем, кто имеет потенциальные места для установки зарядных станций. Кафе, ресторан, гостиница, магазин, торговый центр, стоянка, любой паркинг с возможностью резервной мощности от 7 киловатт. Прошу незамедлительно связаться со мной прямо сейчас. Также впоследствии, если вы захотите выкупить зарядную станцию на вашей локации, получите скидку от меня. Ребят, всем привет. Давно у меня не было подобных видеосюжетов. После последнего видео очень было много вопросов в комментариях, опять же, что там случилось с наркокопами. И в принципе, если бы мне было что-то рассказать стоящее, я бы давно уже сделал этот сюжет, но раз в комментариях пишут и сомневаются в том, что они наказаны, либо там они могут уйти от ответственности, расскажу вам ту информацию, которой владею я. Значит, данные ребята будут уволены из рядов МВД. По ним несколько было звонков с прокуратуры, которая приглашала нас посетить и дать показания дополнительные. В принципе, все показания и заявления мы оставили еще тогда на месте, когда снимали видео. По негласной информации, ребят этих уволят за какие-то другие формальные вещи, они не будут служить. По одному из тех товарищей, который фигурировал в этом видео, уже были прецеденты и вопросы. Он был под разбирательством, тоже под каким-то, за превышение служебных полномочий. Якобы при задержании кого-то он нанес легкие телесные повреждения. И вроде бы в момент, когда я его снимал, когда он попался на этой литовской машине, якобы он находился еще в процессе разбирательства и по нему тоже принималось решение. Это стало последней каплей. Но так или иначе, время должно пройти для того, чтобы точно убедиться, что ребят уволили. Информационный запрос, естественно, мы пошлем для того, чтобы нам официально ответили, что данные люди работают или не работают, о чем я вам сообщу в дальнейшем. Немножко хочу вам пояснить, что все процессы по полицейским, они не настолько быстрые, как вы себе представляете. Зачастую можно видеть после какого-то сюжета, который я выкладываю на свой канал, как вы тут же пишите сообщение «Я надеюсь их уволили, но я надеюсь». То есть сюжет я только вечером снял или вчера я только снял, только его смонтировал, сразу вам выложил, как можно быстрее, чтобы вы его увидели. В комментариях уже есть люди, которые надеются, что уже все там, все, он на диване посидел, и уже все, уволили всех, и жизнь в стране наладилась. Нет, ничего абсолютно не меняется. И зачастую после выхода даже таких разгромных сюжетов ничего не меняется. Почему? Потому что вы должны все понимать, что YouTube существует не один год уже, и что раньше для полиции это было непривычно, потом это была стряска, потом это были скандалы. Сейчас уже наступил момент привыкания. Уже полицейские давно привыкли к тому, что их ловят за руки. Я скажу, даже не полицейские к этому привыкли, а привыкло общество. То есть вы сейчас смотрите уже эти видеосюжеты больше как развлечение. Ага, вот одного поймали, очень здорово, очень хорошо. Это совсем не то, или не совсем то, что я бы хотел. Я бы хотел, чтобы вы максимально участвовали в каждом из этих сюжетов. Каким образом? Вы полноценные граждане своей страны. Если вы видите какие-либо нарушения, вы должны реагировать на них и задалбывать органы власти. То есть вы увидели, харьковчане, к примеру, о том, что в вашем городе, в вашем районе, на вашей улице был подобный случай. Не поленитесь прийти в прокуратуру, в полицию, задать вопросы, написать заявление. Так и так. Я видел то-то, то-то в ютубе. Действительно это соответствует правде. А какие меры приняты? Хотеть долбать руководителей этих полицейских? Не всегда я могу это делать. Во-первых, это находится в разных городах. Во-вторых, это занимает большое количество времени. И сообща, вместо того, чтобы надеяться на диване, что что-то изменится, мы можем сделать гораздо больше, если вы будете интересоваться теми иными вопросами. Поэтому иногда под видео я выкладываю уже готовые бланки заявлений, информационных запросов. Не стесняйтесь их распечатывать, хотя бы отсылать. У меня есть верные подписчики, которые в Инстаграме и в Фейсбуке мне часто очень пишут и присылают скрины ответов своих, которые им присылает МВД. Зачастую это типичные отписки, но тем не менее. Вы понимаете, что каждое ваше письмо, каждое ваше внимание в любом случае очень полезно. В прокуратуре и в полиции понимают, что за этим делом смотрят, и по нему надо принимать решение как можно быстрее и как можно справедливее. Выписал себе остальных здесь красавцев по Чугуеву. По Чугуеву ситуация обстоит гораздо веселее. Значит, полицейские, которые были словлены на горячем в Чугове, понятно, что у них вообще не было никаких шансов остаться на службе. То есть, этот красавец, который фигурировал в ролике, который брал деньги и рассказывал, сколько ему надо заносить начальство, естественно, подставил всех и вся. Дошла мне информация о том, что он собирался вот-вот купить или себе, или своей жене Volkswagen Tiguan, но в связи с событиями, которые произошли на видео, ему пришлось отказаться от этой покупки. Покупку он отменил. Также пытался он через своих знакомых, друзей, всех, кого только знает. Звонили всем и моим знакомым, всем какие-то левые люди, которые связаны с МВД, пытались узнать, как можно вообще этого полицейского отмазать, как сделать так, чтобы ролик пропал с интернета. Ничего ему не помогло, попрощалась с ним МВД и больше он не работает. Поэтому, если кто-то где-то пишет мне о том, что я его видел, я вас очень прошу, не пишите, что я его увидел. Сделайте мне фотографию, что он стоит в форме, что он работает. Я обязательно приеду для того, чтобы посмотреть на это лично. Что касается Борисполя. Значит, по Борисполю, по моему задержанию и по моему штрафу. Сколько уже прошло месяцев? Порядком времени прошло. Три суда отложили по рассмотрению моего постановления. Все время у суда в Борисполе не находится времени для того, чтобы рассмотреть постановление в отношении меня. Над этим делом работает несколько моих адвокатов, поэтому я обязательно дождусь, пока судьи в Борисполе найдут время для того, чтобы разобраться по этому постановлению, которое у меня было незаконно выписано. Ну а дальше по цепочке. Дальше Гаркун. Привет. Мне присылают видео, где Гаркун уже с радаром вышел под Борисполе и Браво Ложи ловит нарушителей. К сожалению, тоже фиксировать он не научился. А что же вы меня остановили? Чего вы меня остановили? Чтобы попередить вас. Да, насчет чего? А те, чтобы не порушило правила дорожного. Так я не порушиваю. Порушиваю. Как вы это понимаете? Ну, бав с труками, але я чомусь не зафиксировала. Ну, как вы это понимаете? Значит, вы должны передо мной извиниться, чтобы неправомерно меня остановили, извиниться, пожелать мне хорошего пути. Я вам, соответственно, пожелаю... Я что вам скажу, что гарные вам дороги не порушили? Нет, смотрите, вы должны извиниться. Все, я думаю, приятные дороги вам. Ну, честно, ну, давайте извинитесь. А я вам пожелаю хорошего пути. Фиксировать он нормальное нарушение не может. Я думаю, что за применение физической силы и за мое незаконное задержание, составление административных материалов в отношении меня, он обязательно будет наказан. Ну, а там посмотрим, что с ним будет дальше. По Барабашова хочу вам рассказать. Кто помнит зимой, зимой, уже скоро зима новая. Прошлой зимой было в отношении меня тоже применена физическая сила. Все помните этот ролик. Я вставлю кадр, чтобы вам напомнить. От служебного автомобиля. Как вызывают, представьтесь. По 102 вызывают. Достоверение, будьте же приезжают. Отойдите от машины. Что ты делаешь, что вы, больной? Что это было, это было? Вот так это было зимой. Значит, недавно, совсем недавно двигался я по Харькову, увидел, как полиция остановила водителя, который ехал передо мной, абсолютно ничего не нарушил. Я вышел поинтересоваться. Обязательно вставлю этот ролик, хочу, чтобы вы посмотрели. Увидел полицейских, которые почему-то так, ну вот настойчиво не хотели показывать видеофиксацию нарушения водителя. Почему-то они были так вот против. Не знаю даже. Не обратил особо на это внимание. Обменялся с водителем номером телефона, для того, чтобы помочь ему оспорить это постановление. Не узнал я этого инспектора в нужный момент. Друзья мои обратили внимание. Моё говорят, что это тот инспектор, который был в конфликте с тобой на Барабашова. Не узнал я его сразу. Нашел я его чуть позже, буквально через несколько часов в Харькове. И поинтересовался, как обстоят его дела, как это получилось так, что он до сих пор работает в полиции. На него заведено уголовное дело. Уголовное дело я завел через суд. Прокуратура не увидела никаких нарушений по моему заявлению по ситуации на Барабашова. Мне пришлось обратиться в суд. Я об этом рассказывал. Суд возбудил уголовное дело. И все замерло. Он говорит, а что, мне передали там все закрыто. Я ничего не знаю. У меня все в порядке. Ну, хорошо, что я его встретил. Хорошо, что он мне об этом напомнил. Подал я заявление в прокуратуру о бездействии. Жду я три дня. Если прокуратура не начнет шевелиться, не начнет его дергать, не будет работать с ним как следует, значит, мы навестим прокуратуру и обратимся в суд. Потому что негоже прошло больше, чем полгода. Человек до сих пор ходит на свободе, фальсифицирует постановление, работает как хочет. Меня это не устраивает. И его напарница тоже. Поэтому должны они понести заслуженное наказание за то, что произошло на Барабашова. Значит, друзья, на сегодняшний момент это все новости. Пишите обязательно комментарии. Подписывайтесь на канал. Скоро выйдут несколько интересных сюжетов. Хочу, чтобы вы их оценили. Также подписывайтесь на социальные сети. Там иногда больше интересной информации, фотографий и новостей. До встречи. Всем пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас случилось? Начинаю к пешеходам не пропустили. А я пропустили прямо пешеходам светофор. Я переходы уже доехал, они вышли. Я тормознул, я бы если тормознул, проехал бы этот пешеходный знак. Теперь зацепились. Почему не так? А показали все? Нет, нифига. Кого показывали? Что ты рассказываешь мне? Показывали? Нет, ничего не показывали. Я говорю показывать, а он нифига не показывает. А есть видеофиксация? Да ничего нет. А он, нифига, нифига. А показывали ему? Человеку показывали. Брут! Он ничего не хочет смотреть. Нет, да он сам... Я хочу смотреть. Кто вам скажет, что вы там ищите? Вы документы не показывали. Кого не показывали? Что и врвется? Что и врвется? Давайте отойдем с проезжей части. Отойдите. Тогда давайте ему покажем... Я показывал все. Нет, есть все. Вот, товарищ Шум, что там? Коми-то звонили. Старший лейтенант. Старший лейтенант, я показывал все документы. Какие проблемы? Нет, я не про документы. Давайте покажем видеофиксацию, если есть, то оштрафуем, если нет. Что это все показали? Не врите! Я же не буду, я им врите говорю. Я же это сказал, что вам не стыдно. Закрывается в машине, мне ничего не интересно. Говорит, что вы рассказываете? Сказочники. Давайте сделаем так, не скандалом. Они покажут вам видео. Пускай показывает, я тоже самим предложу. Если у вас есть нарушение. Александр, мы по 10 раз показывать не будем. Нет, я... Нет, но если есть... Ну мне показывают без проблем. Я говорю, все, документы показывали. Если есть конфликт, почему по 10 раз? Ну давайте посмотрим нарушение. Если оно было, в чем проблема? Есть такая ситуация. Посмотрим еще раз. И я даже вот свидетелем выступлю. Вы составите постановление, какие проблемы. Составляется постановление. Человека ознакомили со всем. Ничего не ознакомили. Показывали, со всем ознакомили. Давайте так. Врут, сто процентов. А на чем показывали видеофиксацию? Не на чем. На чем? На телефоне. На каком? Ну кто показывал из вас? Ну он, видеорегистратор. Ну, через Wi-Fi. Телефон, где? Вы на телефоне показали? Где телефон? Что вы врвете? Ну вы показывали на телефоне. Вы показывали на телефоне. Вы можете показать еще раз, чтобы не было сомнений, что-то действительно так. Я в воде тебе уже показывал. Не показывал, не врыз ты. Соните. Соничь, человек ты. Соничь, он мне рассказал, где моя страна, где его страна. Причем? Как при чем? Попадайте, вы находитесь на территории Украины. Я нахожу свои собрания. Ты где находишься, я не знаю. Как это идея нахуй? Пойдем, вы здесь же постановление. А при чем здесь свои страны? Давайте посмотрим видеофиксации. Моя страна, твоя страна, что ты Александр? Опять все заново. Да ничего не заново, показывайте. Покажите видео, в чем проблема? Александр, нужно показывать. Ну, как же это 지금�Query? Это трудно сейчас сделать? Это же не трудно сделать? Да, Саша. Покажете видеофиксацию? Я человеку показываю. Я не буду десять раз показывать. Я не буду. Слушайте, ну, человек, кто-нибудь показывает, в чем проблема? В жизни мало ли шоу? Я человека остановил, говорю, не нарушая правила дорожного движения. Причем принимали ваши права. Вам рассказывали, на что вы имеете право, писать клопотания. Человеку даже грубой говорили остановиться, не нарушая правила дорожного движения. Вы как-то рассматривали дело, вы его знакомили? Конечно, совсем ознакомили. У вас бодикам и есть? Бодикам и есть? Да, вот она. Смотрите, я же приду принципиально по этому делу рассматривать. Ничего хорошего здесь нет. Есть одна минута показать видео, где он нарушил, и все. Одна минута есть. Александр, я уже ответил на ваш вопрос. Ну, еще раз нужно ответить. Еще раз нужно ответить, да. Почему вы создаете самую конфликтную ситуацию? Я не создаю никакой конфликтности. Стоит, говорит, не показывает, не ознакомили. В чем проблема? Конечно, потому что вы подошли, начали съемку. Человек, конечно, будет рассказывать то, что ему выгодно. В смысле, выгодно? Так вы покажите одну минуту и все. Одну минуту покажите видео. Родились в какой стране, скажите? Я в Армении. Одно. Одну минуту покажите. Как вам разница, какой город? Это вносится в постановление. Какое постановление? Значит, нарушение докажите, потом будешь постановить в одни. Вы видео можете показать или нет? Можем, да. Ну, покажите, пожалуйста. В чем проблема? Александр, ну, вы придете, сделайте запросы, ну, мы вам тоже покажем. Какой город? В чем проблема сейчас это сделает? Вы принципиально, что ли? Надо сначала показывать нарушение мою. Я вам уже ответил. Хорошо, клопутанчик, можете заявить о переносе дела? Уже нет, уже дело рассмотрено. С кем рассмотрим? Давайте перейдем в суд и в суде еще раз. Давайте сделаем так. Давайте не вы будете говорить. Нет, я знаю, как вы прекрасно это делаете. Шо, ну и все. Шо, ну и все. Десять дней у человека есть. Великолепно. Десять дней ходить, потом доказывать, что вы были неправы? Это на месте делается. Если есть видео, покажите видео. Я подпишу. Я подпишу, я подпишу. А ничего не подпишу, что ты рассказываешь? Слушай, ну человек говорит, не показывал видео. На своем телефоне вы видео покажете. Вы знаете, когда преступника в лове, что вы мне говорите? Слушайте, а когда я вас ловлю за руку, вас полицию ловлю на взятках? Вы меня поймали. Да не надо говорить. А вы меня поймали? А вы его поймали до этого на каких-то оружиях? Да я таких, как вы, поймал достаточно, что вы говорите? Что в этом замечательно? Что замечательно в этом? Ну то, что вы замечаете свою гражданскую работу. Вот что. Послушайте, я вас прошу, соблюсти закон. Если есть конфликтная ситуация. Я заблю закон, я уже перечил рассмотрел дело, человеку уже составляется постановление. Великолепно, вы сделали как вам было удобно. А вы теперь сделаете так, как это сделает закон? Нет. Да, я по закону. Что нет? То есть вы зачитывали ему все? Вы ему говорили, что он может воспользоваться услугами адвоката, перевести дело. Да, человек сказал, я все понял, закрыл и начал с кем-то созванивать. Подождите, понял, не понял? Вы ему это говорили или нет? Говорили. Не то, что он понял. Видеофиксацию показывали? Ничего не. Водитель, на вас составлено постановление по части 1 ст. 122 административного кодекса за нарушение правил дорожного движения. А остались еще бан, гриль-арты, протокол гриль. Смотрите, копию получать. Да, будет получать. А бан, стоя, совершенно стоя. Распишись, возьми кофе. Совершенно, бан. Взять, да? Да, берем. Ладно, я с вами разберусь. Надо быть мужиком. Вот перед мужиками, перед девушкой. Тебе не стыдно? Что Гаш не показывал мне, и мои права читал ты. Конечно, ваши права. Тебе не стыдно, аромат? Мне не стыдно, нет. Такому я не буду делать за законом. Раньше ввели полицейские без парень и нас тащили мусорами, как раньше ввели. Вот это одно, как я сказал, мусор или да. Инспектор, я же вас вспомнил. Я тоже вас вспомнил. Это же на вас уголовное дело открыто. Оно уже давно закрыто. Нет, вы знаете, что оно не закрыто? Александр, у нас сейчас тут следственный эксперимент, пожалуйста, давайте вы не понимаете. У вас какая-то аварийная остановка случилась, да? Нет, я просто остановился, чтобы выйти, и сейчас уберу машину. Ну так убирайте, если у меня аварийная остановка. Сейчас уберем, сейчас уберем. Давайте. Или отреагируем сразу? Что отреагируем? Конечно, да, я сказал, что нужно автономить. Да, сказали? Так что, вы говорите, уголовное дело закрыто? Ну, как мы сейчас. А у меня есть другая информация? Ну, прекрасно. Так, а что вы там прекрасно? Вот, то есть на вас открыто уголовное дело, а вы при этом фальсифицируете еще протоколы? Какие? Постановления. Вы находитесь под уголовное преследование, между прочим, со своей напарницей. Я вам говорю это. Где? Мне выдвинуто обвинение. В Харьковской прокуратуре. Вам сказать номер? Мне выдвинуто какое-то обвинение. Конечно, в превышении полномочий. В прокуратуре Харьковской? Нет у меня никаких. Что вы говорите? А если я вам покажу дело, которое открыто на вас? Ну, пока, ну-ка, вы можете посмотреть на него. Меня никто об этом не уведомил. Я об этом ничего не знаю. Что вы говорите? Вообще не знаете об этом? Нет, не знаю. Вы находитесь сейчас в процессе разбирательства по уголовному делу, по факту, превышение вами. Это вы находитесь, а не я. Я нахожусь? Нет, я заявитель. Вы ошибаетесь. Спасибо.